всем добрый вечер сегодня мы рассмотрим диалоговый языке в общем как один из типов программирования и рассмотрим на примере некоторых из них и более детально посвятим на занятие такой программе системы как харинга немецкого производства давайте посмотрим и перед этим я запущу первую программу для инженерной графики которой мы будем сталкиваться прямо sharp cam гибридная каткам система она является доступна сегодня речь не о ней пойдет нас больше интересует программирование потому что это изучается в рамках этого курса но тем не менее давайте посмотрим на постпроцессинг то есть как возможность выбрать текущий постпроцессор такой отдельный файл с помощью которого либо который может преобразовать разные локальные переменные этой программы а также информацию технологическую и информацию о траекториях движения инструменты в управляющую программу мы рассматриваем в рамках курса язык iso язык gm кодов и любая программа которая создается в системе кат создадим какой-то какой-то например какую-то деталь какой-то материал и произведем обработку внутреннюю и внешнюю с помощью операции профильной обработки посмотрим что управляющая программа будет создана автоматически и эту программу мы уже можем читать я выберу инструмент 5 миллиметровая фреза определю что обработка будет по контуру где-то это будет внутренняя где-то внешняя обработка и укажу начальные данные арт-поинт с-поинт вершину материала финальная глубина выход из материала скорость вращения шпинделя скорость резания скорость резания припуск на обработку использование смажно охлаждающей жидкости то есть эмульсии стратегия либо компенсация на диаметр инструмента и внутри определения какой где есть контур то есть этот контур этот контур контур в результате мы имеем вот такую управляющую программу да окей в результате мы имеем вот такую управляющую программу то есть эта программа может быть запущена в системе чпу фанук можно ли сказать что ее можно запустить системе аккума например потому что аккума тоже работает gm кодами с одной стороны можно другой стороны не факт что все данная версия системы чпу будет корректно работа то есть так скажем так программисты не говорят о том является ли совместимой какая-то программа там одна с другой для этого просто выбирается нужный постпроцессор и заново постпроцессором создается генерируется необходимый код управляющей программы к тому же постпроцессоры не является общее там для фанук потому что фанук версии 0 18 30 31 и другой отличаются друг от другого отличается даже такими элементарными вещами как использование некоторых адресов при вызове под программ вы помните что можно вызывать под программу кодом 98 где пи определяет номер программы а л это количество повторов а можно указать м98 пи 8 цифр это не значит что я могу или так или так указать систему чпу работает и так и так нет система работает как-то то есть папка как-то в одном порядке но если точно быть конкретно этот пример который представил да кодом 98 там в handy settings такие ручные настройки системные осетов там переключается режим станку так либо так работает но вот если взять там код g04 либо если взять код r либо igk абсолютный либо инкрементный но то тут уже нет никаких настроек система либо работает в r либо в gk либо в r и igk либо в igk инкрементном либо в igk абсолютно мы уже не можем повлиять просто нужно принять этот факт то есть станок работает в таком коде значит нужно писать управляющий право в таком коде либо использовать постпроцессоры которые могут написать такую программу либо использовать либо использовать вручную писать программу которая собственно будет работать на станке то есть постпроцессор в таком случае будет конкретно там фанук версия 31 амб если фанук взять версии 0.1 тди то это уже не будет работать вообще не получим программу штате это татарные станки если мы используем систему аккума она должна быть конкретной версии если мы используем например там системы dosan это может порядок dosan vmc 1 если мы используем dosan puma links puma это другие версии системы там есть минимальные разницы в кодах значит уже мы не можем взять программу и она не является универсальной то есть мы должны заново ее сгенерировать либо создать ее под конкретный станок так вот если даже в g кодах есть отличия такие да что одна и та же программа не может работать на разных станках что говорите вообще разных языках то есть есть другие языки мы их принципе просматриваем иногда есть на такой язык например как они лам это группа хайденген раньше сейчас они как бы вошли в эту группу и смотрите это же программа которую вы видите для обработки вот этого лица то что то что я нарисовал можно сделать обработку вот таким методом то есть выполнив на станке которая имеет систему чипу а не лам именно они лам они другую вот такую программу которая выполнит то же самое и правда посмотрите что программа для они лам но отличается явно от программы для фанук до которую мы рассматриваем но выполняет то же самое все то есть выполняет все то же самое первых кто не понял как я получил да я изменил в системе кам постпроцессор и выбрал для какого станка нужно сгенерировать под программу если мы имеем какую-то кам-систему то есть эспирит солид кам альфа кам арт кам гипс кам турбокам нx кам шарп кам солид кам солид ворс кам ну и там десятки других там повернил фьючер кам то мы можем симатрон например то мы должны иметь какие-то наборы постпроцессоров либо один постпроцессор если нам необходимо использовать работать только с одним станком если у нас нет постпроцессора мы сами пишем постпроцессор это несложно далее что написано здесь давайте попробуем как-то преобразовать эту программу вы это попробовать разобраться то что здесь нарисовано не столь важно просто попробуем понять я даже могу поспрашивать вас чтобы означает данная звездочка почему она соответствует в системе фанук например комментарий но это комментарий окей дальше юнит м м чему соответствует единцы миллиметра то есть 17 окей рэпид это соответствие g00 логично до ускоренное перемещение line соответствие g1 линейная интерполяция arc cv это проработка по дуге по часовой стрелке то есть соответствует g2 and main это конец программы соответствует m30 давайте посмотрим какую-то обработку с одинаковыми координатами вообще координаты должны быть одинаковые либо нет вот вот эта строка соответствует какой строке в g кодах с правой стороны и можно общей ли определить такое соответствие где то есть по часов стрелке происходит круглая интерполяция где координаты конечной точки 42 235 минус 108 48 вот она сотым честно говоря я не успел найти и дальше где x-center 42 353 y минус 105 822 а тут по-другому давайте объясним почему почему разные значения x-center что такое x-center и что такое а и минус 2 g минус ну тут вот в абсолютном слева да то есть где координата конечной точки не конечной точки центра дуги указывается относительно нуля детали на относительно g54 но мы знаем такую систему знаем правильно то есть но если в некоторых системах это называется а и gk в абсолютном форме на указание то здесь это x и и получается вместо буквы ай пишется x-center такое слово называется мнемо код мнемо код такие зашли конкретные слова которые что-то отвечает за что отвечают ну команды как вай центр и y-center это соответствует джей но координаты указываются относительно нуля можно найти эту координату 42 353 минус 105 882 и так 42 вот сюда можно смотреть значит 42 это где-то вот тут вот 42 и их минус 105 это вот в этом стороне значит это вот эта точка да это вот эта точка 42 и грек минус 105 то есть кардината этой точки сюда мы перемещаем здесь находится 0 а конечная точка это 42 минус 108 где-то тут близко ну короче говоря это такой вот такое перемещение дуги небольшое а потом опять идет линия интерполяция видимо вот сюда то есть бывают разные методы интерполяции круговой и при этом мы говорим что бывает ай джей кей в абсолютном значении в инкрементный то в некоторых системах чпу которые используют вот такие языки другого типа типа диалоговые языки которые мы прямо можем вводить системы если конкретно сказать то это даже не дайлок лэнгвич называется conversational language то есть когда происходит conversation conversation тогда это диалог в режиме ммай то есть режиме мэнмейшн человека и станка когда нажимаем на специальные клавиши мы нажимаем ввести дугу введите координату точку вводим минус 43 минус 104 но тут же мы ничего не в отделе правильно это нам создал постпроцессор то же самое здесь первый вариант написания когда мы пишем вручную все либо используя какие-то верификаторы типа веры к веры к веры ктенци плод great sim sim coedit и другие cg-tech это и есть верикат второй вариант когда мы используем камп-систему то есть я что-то нарисовал потом создал программу выбрал постпроцессор но в результате я получаю все равно в разном коде видите для одного станка такой код для этого станка такой код а для станка для станка например cincinnati либо akira seiki я получу тоже g коды но они тоже не будут подобные кодом фану у них будут минимальные какие-то нюансы минимальная разница в синтаксисе кода и это уже значит то что не могу я его запустить совсем другой станок сделает либо ударится либо еще что-то произойдет окей для общего развития да что тут есть ускоренно перемещаемся туда то тут мы вложим инструмент берем инструмент 1 ускоренно перемещается вот и к этой точке на высоте с поем какое-то соответствие ком блоку но вот этому да то есть первым n40 то есть сюда мы перемещаемся тут у нас м03 с 800 вращение шпинделя но вращается шпиндель так а тут он дальше там будет вращаться в некоторых станках вращение шпинделя задается отдельно в каждой операции то есть даже вне программы такое бывает давайте посмотрим еще на один язык например язык mill power кстати он очень длинный и из-за ограничения программы шапкам мы можем видеть даже кусочки вот не все операции формат версии 3 работа миллиметров подачи миллиметра использование формата dms 025 то есть то что надо в гуи будет вводить они ну мы в гуи не вводим ничего это готовая права мы просто как открыть файл и туда его забиваем ну и либо как вариант это мы ее сами вводим да мы же просто это в камп-системе сделали а если бы у меня был такой чертеж и не было камп-системы тогда по кадру вводил бы каждую опорную точку и в результате система сама бы вот эту программу создала а я использую постпроцессор но как бы вводить нужно гуи можно вводить гуи а можно загружать готовую программу иначе тогда если нельзя загружать программу зачем тогда постпроцессор и и делает на на таком языке и еще такой один момент которым нужно сказать если например система не упава работает только с этим форматом и все то есть мне нужно тогда иметь точно постпроцессор для того чтобы передать управляющую программу либо система без которая использует формат файла mpr система morbidelli итальянская система с это в производитель с 7 система хомок станки вики для деревообработки немецкие они тоже используют файл mpr то я не могу туда g коды вводить mpr это это mpr то есть постпроцессор для mpr и так далее то например если взять такую систему как мазок в каких форматах мазок работает первый вариант это и ай это iso то есть стандартные джем коды ну более-менее то есть я даже сказал можно взять программу от фанук там буквально можно даже и без изменения просимулировать она должна работать а еще мазок имеет свой язык диалоговый называется он маза тролл есть такая стойка маза тролл а есть такой язык маза тролл вот например сейчас если это большая картинка это не очень большая картинка маке типа того то есть это такое табличное представление тут написано номер операции номер один процесс такой-то о господи тут еще и на польском ну окей но это все понятно с координата точки x и y это толщина это z это поворотная оси какие m коды участвуют и так далее то есть вот такого табличного представления код это тоже плохо видно является отдельной системы то есть тут тоже видно вот юнит pitch with finish куда пришел подача скорость ощущения шпинделя глубина арпойнт f и так далее то есть отдельный отдельный язык формат файла mzk и simco edit работает с ним симка edit с ним работает либо вот например попробую открыть на весь экран чтобы о супер вот например такой то есть показано что делать какой материал какие размеры материала что будет происходить поворотный стол используется не используется не уживай не использует процесс дальше индексер поворотная ось минус 1800 такой-то поворот угол 0 дальше пошли процессы вот это уже пошли там номера процессов разных тип операции текущие координаты кирунг это направление и так далее то есть как бы тут на польском это я думаю что сложно разобраться в любом случае нужно это на английском иметь но вы видите что это и есть программа то есть станок получать прямо вот таком типе такого типа значит мазок работает и в формате маза troll и формате и то есть формате iso то есть интересно получается что вы можете быть либо программист маза troll либо программист gm кодах и можете работать на станке и часто пишут например вакансиях мазок код на маза тролли либо мазок gm коды ну либо и то и то надо знать тут принципе как во всех отраслях больше знаете больше получает а что с хадингом это тоже своеобразный язык вот он точно такая же программа будет выглядеть и вот так на нем где написано начать программу номер один указываем координаты 1 2 точки материала для того чтобы указать в симуляции габариты материала от минус такой-то до плюс такой-то от минус такой-то до плюс такой-то минимальная глубина z0 максимальная глубина z минус 5 наоборот то есть как бы толщина материала 5 миллиметров и это же максимальная глубина вызова инструмента номер один плоскость g17 вращение шпинделя на 8000 оборот в минуту включение смены инструмента без его вращения пока это просто определяем переходим координату минус 59 117 обратить внимание переходим координату минус 59 117 переходим в координату минус 59 117 с кореном g54 переходим в координату минус 59 117 мы везде переходим в одну и ту же координату но естественно мы же одно и то же делаем но смотрите сколько вариантов кодов переходим в с-поинт переходим в р-поинт врезаемся в материал тут используется такой код как f-макс мнимо код это имеется ввиду максимальная подача l это тип интерполяция линейная интерполяция линейная интерполяция на максимальная подача и то есть репетариус ускоренное перемещение в чем разница давайте некоторые найти попробуем найти отличие например если взять хайденхэн диалогов языки и фану первое что у вас сразу в голове при сравнении н коды не используется но указывается номера кадров без н то есть просто цифры дальше что касается модальности обратить внимание поддерживает ли модальность кодов данная система нет почему потому что в кадре 440 минус 69 934 происходит линейная интерполяция с подачи 300 а в 450 кадры происходит тоже ли не интерполяция с подачи минус 55 зачем написано опять линейная интерполяция если это и так линейная интерполяция ничего не меняется здесь же мы видим g1 и опять g1 но это просто постпроцессор и выключена модальность тут например она использует смотрите n 160 переходим на высоту 20 потом на высоте 20 перемещаемся в координату минус 55 и грик минус 11 ускорено мы же не пишем g0 да то есть вот станок и так знает что под g0 является модальными и тут не пишем для перемещения за 10 здесь же мы обязаны писать постоянно букву l второе поддерживается ли модальность значений координат координата сей тут она поддерживается ведь смотрите мы опустились на z минус 5 а потом перемещаемся координату x минус 30 и x 43 мы же не пишем опять z минус 5 везде а мы там находимся значит станок знает что мы там находимся и так как ось z не меняет свое значение координат мы его не пишем то есть координата 7 не нужно использовать дальше посмотрим z минус 5 и посмотрим на z минус 5 чем разница в точке в систему фанок мы ставим точку потому что практически все системы чипу поставят нам точку перед цифрой 5 и в результате будет z . минус 5 а z . минус 5 это 0,5 а это явно не минус 5 но это в 10 раз меньше значит мы можем не ставить точку в этой системе то есть если . стоит значит мы дописываем десятично если . не стоит значит это конец целой . ну то есть можно ее поставить можно дописать как обычно делают фанок предположим можно не писать z минус 5 0 просто поставить точку если . стоит это значит что уже целая закончена дробной части нет то есть дробная 0 можно написать полностью минус 5 0 0 я вам скажу другое даже например при записи макро программы значение какой-то координаты переменной например переменную 100 запишу значение 26,1 знаете на самом деле как какое значение запишется в переменную 100 на самом деле запишется значение 0 0 0 26 1 0 0 вот такое потому что для каждой переменной определены 8 цифр и . 5 цифр целая часть . 30 для дробной части в случае использования единицы змеи миллиметры случае дюймовой системе системы вот так то есть получается что если мы запишем в переменную значения 15 то мы записываем 0 0 0 15 . 0 0 0 если 15 2 вот так и так далее что будет если мы запишем 15 и 200 тысячи 364 то естественно четверка придет ничего не будет просто уберется если 6 то тогда будет 15 237 но тоже алгоритмы везде разные может быть и останется 6 понятно то же самое здесь то есть вот эти нюансы они отличаются еще один момент в некоторых системах хайденхен нужно писать плюс перед положительным значением то есть например мы хотим переместиться в координату 12 мы пишем перемещение л линейной интерполяции плюс 12 x плюс 12 окей видите то есть есть разные системы давайте посмотрим одну систему более детально система хайденхен перейдем к ней здесь и я вам сразу дам ссылку и мы до конца занятия это посмотрим на следующем занятии мы начинаем вводное занятие по макро будет интересно так окей это не здесь это тут ну и сегодня до конца занятия мы рассмотрим программной клавиши хайденхен это как раз возможность в режиме диалога то есть режиме записи в гуи гуи кто не знает что такое это график юзер интерфейс график юзер интерфейс графический пользовательский интерфейс например вы это любая операционная система либо какая-то программа которая имеет поля формы ввода там контактов и так далее то есть гуи графический польский интерфейс линия это линейная интерполяция либо ускоренное перемещение то есть это кнопка которую вы нажимаете для того чтобы ввести потом значения значения координаты конечной точки и какие-то другие линия что вводится create straight lines where the x и y and coordinates то есть создает прямую линию где x и y конечные координаты являются известными оно может быть использовано в инкрементной и полярной форме выбирая либо нажимая на эту клавишу в режиме программирования и редактирования пользователю покажет информацию для абсолютного значения в конечные координаты то есть указывать конечную координату компенсацию в виде буквы r подачу в виде буквы f и miscellaneous functions вспомогательные функции в виде буквы m в полярной системе координат которая должна быть использоваться в conjunction как это по-русски сопряжение не сопряжение связки связки с circle center интерполяции круговой указывая который указывает центр окружности это такой оператор cc нужно использовать угол полярный polar angle радиус компенсацию подачу вспомогательный код выбирая инкрементную форму перед выбором оси нам необходимо точнее оно будет определено как перемещение в инкрементной форме но это все практика это теория это непонятно ничего давайте сразу посмотрим как все пишется абсолютное программирование когда мы хотим указать какие-то координаты точек мы указываем перемещение к ним с помощью линейной интерполяции например линейная интерполяция как мы поняли это буква l дальше указывается координата конечной точки x и координата 40 после которой точку можно не ставить в некоторых системах x плюс 40 в абсолютном программировании нам нужно переместиться например вот так и сделать вот такую программу вот и которая вот сюда вернется как это мы делаем то есть первое это координата lx 00 потом lx 40 и 90 lx 80 и 30 lx 120 80 160 и lx 0 l всегда мы пишем потому что нет модальности кодов если у нас не меняется координата например мы хотим сейчас переместиться только вниз значит мы указываем координат только по y например l y 0 x не нужно указывать потому что x 160 он и есть 60 160 при этом мы в данный момент работаем в плоскости в плоскости g17 так называемой плоскости в системе хайдингом тоже задается с помощью букв например g17 это та ось которая не видно при использовании данного плана то есть например если мы смотрим на куб на его вверх либо на любую фигуру неважно объемную на плоскость g17 но если мы то есть на x y вид топ вид сверху если мы посмотрим сугубо над ним вниз то мы не увидим то есть если не будет изометрии если не будет поворота то мы не увидим z это это такой ориентир то есть плоскость например g17 это x y а буква которая определяет эту плоскость z получается что мы как бы подходим по x y а работаем углубляемся в z и вот так придумали например работая с передним планом x z нам не видим y то есть g18 это буква y это как бы активация работы в плоскости либо в плане x z y z то же самое например я хочу вот так чтобы писать что не а вы не в не 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 Продолжение следует...